Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. На финансирование объектов Республиканской адресной инвестиционной программы в 2017 году было выделено более 5 миллиардов рублей. Благодаря этому удалось сделать немало. Открыли свои двери детские сады по улице Роза Люксембург и в микрорайоне Садово в Чебоксарах, общая образовательная школа в Цивильске. Кроме этого завершены строительство автодороги в Новом Городе, реконструкция здания гимназии номер один в Марпасаде, ремонт котельной, учебного корпуса и общежития Канажского транспортно-энергетического техникума. Во многих муниципалитетах появились новые фапы, стадионы, спортивные игровые площадки. Но ряд объектов так и не был сдан в эксплуатацию. По реконструкции автомобильной дороги тоже проектировщик, индивидуальный предприниматель Ельцев был, с которым сегодня в одностороннем порядке контракт расторгнут и проектировщик внесенный в реестр недобросовестных поставщиков. По автомобильной дороге в Аликас, Варунарском, Брестинском, Шабрадинском районах подрядчик партнер холдинг. Тоже за неисполнение партнер холдинг включен в реестр недобросовестных поставщиков. Те, кто сорвал выполнение инвестиционной программы, попали в реестр недобросовестных поставщиков. В 2017 году этот список пополнили 26 организаций и 9 индивидуальных предпринимателей. А это значит, что им будет закрыт путь к участию в аукционах и тендерах. Нужно комплексно оценить, какие еще у них партнеры, аффилированные лица. Учредили другие фирмы, которые хотят уйти от ответственности. Это у нас в практике происходит. И какая ситуация складывается в перспективе по этим недобросовестным подрядчикам. В 2018 году на финансирование объектов республиканской адресной инвестиционной программы планируется направить тоже более 5 миллиардов рублей бюджетных инвестиций. В планах ввод в действие 46 объектов капитального строительства, в числе которых республиканская кадетская школа, садики в Новом городе, микрорайоне Соленоя, спортивная школа в Маргаушском районе и другие. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. Главная безопасность жителей республики. Именно об этом говорили сегодня на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка. Традиционно оно прошло под председательством главы республики Михаила Игнатьева. Количество преступлений, совершаемых в республике, снизилось. Об этом говорил в своем докладе заместитель министра МВД Александр Смирнов. Грабежей, кражей, разного рода мошенничества стало меньше. Дает результаты профилактическая работа. Раскрываемость составила 70%, что значительно выше, чем в среднем по России, составляет 55,8%. Достигнута лучшая в стране раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений. По ней мы занимаем первое место в стране. Безопасность жителей Чувашии зависит от многих составляющих. Это и хорошая техническая база, и квалифицированный кадровый ресурс. Конечно, средств недостаточно, сразу не можем все сделать пошагово, поэтапно. Мы работали над этими вопросами для того, чтобы улучшить доверие населения к органам власти. Вот самый главный тоже ключевой показатель, когда обеспечивается охрана общественного порядка, когда люди смотрят на все это дело, стабильность здесь у людей появляется уверенность завтра шемня. Участники совещания обсудили и прорехи в законодательстве, которые мешают рекламентировать деятельность кальяных клубов. То, что курение кальянов вредит здоровью, понимают многие, но закрыть их трудно. Хотелось бы повысить качество проводимой работы. Необходимо получать заключение экспертизы на тот вид табака или кальяна, который продается в этих заведениях. Мы фиксируем, материалы направляем в Роспотребнадзор, но пока здесь работу до конца не наладили. Одна из первоочередных задач – обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведения выборов президента России 18 марта. На выборах в республике будут работать 1177 избирательных комиссий. Обучение уже прошли более полутора тысяч сотрудников полиции. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика. В закон о республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов внесли изменения. Таким образом, бюджет Чувашской республики только на этот год увеличивается по доходам почти на 3 миллиарда рублей. Республика выполняет все взятые на себя обязательства. И именно благодаря этому удается привлечь дополнительные средства из федерального бюджета. Средства, которые сейчас в бюджете будут, это на 17,5% динамики с ростом к уровню 2017 года. Это говорит о многом. Это говорит о том, что мы эффективно управляли общественными финансами и управляем. К нам огромное доверие со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина. К нам огромное доверие со стороны правительства Российской Федерации. И надлежащее выполнение взятых на себя обязательств дает возможность нам представлять свою аргументацию и дополнительно привлекать эти средства. По итогам года рост в динамике к уровню 2017 года по привлечению средств из федерального бюджета будет еще больше. Дополнительное поступление позволит запланировать строительство и реконструкцию школ в Маргаушском, Ядринском и Батревском районах. Кроме того, при текущем уточнении бюджета Дорожный фонд Чувашии увеличивается на 1 миллиард 39 миллионов рублей и составит более 5 миллиардов рублей. Часть средств уйдет на строительство блочно-модульных котельных, котельных в городах Шумерля и Козловка, на укрепление материально-технической базы организации социальной сферы. Михаил Игнатьев обратил внимание, что это первое уточнение республиканского бюджета на 2018 год. Правительство республики продолжит работу по привлечению дополнительных средств из федеральной казны. Коммунальные аварии на объектах вода, тепла и электроснабжения стали одной из тем, которые обсудил Михаил Игнатьев с главами муниципалитетов республики. Совещание прошло в режиме видеоконференции. Лидерами по количеству аварий на объектах ЖКХ в нынешнем отопительном сезоне стали города Чебоксары, Канаш и Марпасадский район. Жители муниципалитетов стали жаловаться на то, что в их квартирах внезапно исчезает то вода, то отопление. Совсем недавно жители 13 домов в северо-западном районе столицы остались без холодной воды. Причиной стала коммунальная авария на водопроводных сетях. Проведенный мониторинг аварийных ситуаций на объектах водоснабжения в отопительный период 2017-2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-2017 показал увеличение количества аварийных отключений. В городе Чебоксары то, что было уже обозначено, более чем на 15%. В городе Канаш в 6 раз. В Марпасадском районе в 4 раза. Кто виноват и что делать? На этот вопрос главы почти всех проблемных районов отвечают одинаково. Основная причина аварий – износ сетей. Коммунальщики, конечно, в курсе того, какие объекты в большей степени подвержены риску аварий, но профилактические работы ведутся там несистемно, так как в бюджетах муниципалитетов не хватает средств на ремонт водопроводов и модернизацию котельных. Каждую аварийную ситуацию главы муниципалитетов должны держать на личном контроле, а не перекладывать всю ответственность на работников жилищно-коммунального хозяйства. Да, за это отвечает предприятие ЖКХ, но главы администрации вы в стороне не оставайтесь. Если аварию можно устранить за 2 часа, вы ее не растягиваете на 12 часов. Я понимаю, вы в нормативные сроки укладываетесь. Еще одна проблема, Михаил Васильевич. В одном из районов, сейчас не буду называть, чтобы не обидеть этого главу, аварийные работы ночью прекратились, потому что у них не было запаса труб. И они подождали, пока откроют магазин и привезут трубы. Но так же нельзя. Глава региона Михаил Игнатьев отметил, что готовиться к отопительному сезону нужно тщательнее. И обязательно учитывать данные мониторинга аварийных ситуаций предыдущих осенне-зимних периодов. Кроме этого, он потребовал подготовить инвестиционные программы по реконструкции и модернизации коммуникации сферы ЖКХ в самое ближайшее время. Еще одним из основных вопросов совещания стало подведение итогов проверки эффективности использования бюджетных средств, которые были выделены на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Аудит показал, что программа признана эффективной, потому что основные принятые целевые показатели на этот период это общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению, и численность подлежащих переселений граждан выполнена на 100%. Всем квартиросъемщикам или собственникам проживающих в аварийных домах, включенных в программу, были предоставлены жилые помещения. Однако по состоянию на 1 декабря 2017 года, по всем этапам программы, незаселенными по различным причинам остаются жилые помещения, которые приобретены для 418 семей. Не все, к сожалению, хотят переселяться в те дома, которые мы построили. Жилье есть для всех, для каждой семьи. Кто-то в микроэм соляной не хочет ехать, кто-то не готов переезжать на 9 этаж, кто-то на 1 этаж. Но есть свои моменты, в каких-то вопросах и были ошибки с нашей стороны допущены. Некоторые семьи сегодня хотят получить денежную компенсацию. С учетом всех возможных вариантов, работу эту надо завершить как можно быстрее. Жилищный вопрос для участников программы должен быть закрыт. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Чебоксары очистят от так называемого визуального мусора. До конца этого года речь про хаотичную наружную рекламу. Войну в визуальному мусору по всей стране объявили в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды. В конце ноября 2017 года чебоксарские депутаты приняли новые правила благоустройства города, где прописаны все требования к вывескам, счетам, бегущим строкам и другим видам рекламных конструкций. Также в правилах отмечено, какие из них разрешены, либо запрещены на исторических улицах столицы республики. Историческая улица – это улица застройки, которая состоит преимущественно из зданий, построенных до 1956 года и требующая особо бережного подхода. Типовая улица – это улица с преобладанием современной застройки, для которой применимы более гибкие правила по отношению к оформлению фасадов. Мы ездим по центральным улицам Москвы, Казани, других крупных городов. Видим, в каком состоянии вывески, как они выглядят. Когда приезжаем сюда, у нас возникает вопрос, почему в нашем городе не так. Мы планируем в течение года навести здесь порядок. Но это будет требовать и затрат, и предприниматели должны быть к этому готовы. В среднем замена крупной рекламной конструкции стоит от 30 до 100 тысяч рублей, отметили специалисты. Так что Алексей Ладоков призвал вести с их владельцами разъяснительную работу, а не штрафовать сразу за отказ их демонтировать. Ольга Пырочкина, Дина Кустова, Сергей Адушкин. Республика. Система дополнительного образования для детей претерпевает существенные изменения. В школах столицы республики становится все больше секций и кружков. О возможности выбора финансовой поддержки говорили сегодня на еженедельном совещании в администрации города Чебоксары. Отдать ребенка в бесплатный кружок или заплатить за возможность индивидуального подхода к развитию детского таланта. У родителей всегда есть выбор. В последнее время растет спрос на дополнительное образование. Электроскрипка, гитара, ударные инструменты. Эти и другие новые направления начали свою работу в центрах дополнительного образования столицы Чувашии. 27 новых кружков появилось на базе школ. Из бюджета города Чебоксары выделено 506 миллионов рублей на развитие дополнительного образования в 2018 году. Для детей данная сумма финансирования, которая предусмотрена и которая выделена, дает возможность бесплатно посещать 1600 кружков и секций. В городе сохранена возможность выбора двух или более кружков одним ребенком. Всего в отрасли дополнительного образования, которое финансируется из муниципального бюджета, сегодня работают 750 педагогов и тренеров. Особой популярностью пользуются занятия по вокалу и театральному искусству. Они уже стоят в перечне платных услуг. У каждого ребенка должна быть возможность получения дополнительного образования. И дополнительное образование должно быть доступно. И родители, которые отдают в музыкальные школы, в спортивные школы своих детей, которые заинтересованы в том, чтобы было занято их свободное время, в том, чтобы они занимались только тем направлением, которое им нравится, выбирают, у них есть возможность пойти в платные кружки. Кстати, узнать все о кружках можно будет на сайте «Доступное дополнительное образование». На нем можно получить информацию о тематике, графике работы, возрастной категории. В базе 3,5 тысячи различных секций, как платных, так и бесплатных. Сайт начнет работать с 1 февраля. Записать ребенка можно будет, отправив электронную заявку. Юлия Важенина, Дина Кустова, Сергей Адушкин, Республика. Мы уже сообщали в наших информационных выпусках о страшной находке в новогодние праздники. 5 января на мусоросортировочном комплексе в Новочебоксарске обнаружили тело новорожденного ребенка. И хотя по факту было возбуждено уголовное дело, в нем до сих пор нет подозреваемых. Правоохранительные органы просят помощи у жителей республики. Чувашстат подвел предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. До этого она проводилась 10 лет назад. По данным специалистов, за это время уменьшилось число сельскохозяйственных организаций как в Чувашии, так и в России. Производство растений, овощей, животноводства, сельскохозяйственный труд в республике имеет разные формы организации. И все это переписчики обязаны были учитывать. Картина сложилась пестрой. Например, личных подсобных хозяйств в Чувашии по сравнению с 2006 годом стало меньше на несколько сотен единиц. Личные подборья, которые производили сельхозпродукцию в первом полугодии 2016 года, представлены в разрезе районов на следующем слайде. Больше всего у нас хозяйство населения, это, конечно, Чебоксарский район, Канажский и Маргаушский. Замыкают этот рейтинг Шамуршинский, Порецкий и Янтиковский районы. Возможно, они сменили статус, но анализировать факты должны другие ведомства. Чувашстат оперирует цифрами. По их данным, в Чувашии стало больше крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей на 24% по сравнению с показателями десятилетней давности. Сегодня выращивать овощи и держать в хозяйстве животных – дело прибыльное. По-прежнему многие сельчане занимаются картофелем, его продажа дает неплохую прибыль. Что касается животноводства, то здесь также доминируют поголовье крупного рогатого скота – свиней и птицы. Основные критерии, по которым оценивается качество местной продукции – это экологичность. В республике активно развивается торговая сеть «Деревенский дворик». Уже открыто 4 магазина, на прилавках которых продукция более 20 фермерских хозяйств региона. Праздник молока. В Канажском районе нашли свой выход из сложившейся ситуации с низкими закупочными ценами на свежее молоко. Фермерскую продукцию решили продавать напрямую, без посредников и дополнительной заводской обработки. В прошедшие выходные для жителей организовали настоящий молочный рай. На прилавках молоко, творог, сметана, топленое масло продавцы – фермеры. За продукт свой ручаются и словом, и бумагой. Прежде чем попасть на прилавок, их ценный продукт прошел проверку и получил соответствующий сертификат у ветспециалистов. На бутылках пусть и самодельные, но информативные этикетки с жирностью, плотностью и сроком годности. ГОСТу соответствуют. Если цифры и факты не убеждают, дают попробовать. Фестиваль молока – решение, выгода которого очевидна. В плюсе остаются и покупатели, и владельцы частных и крестьянско-фермерских хозяйств. Сдавать молоко сборщикам всего за 13 рублей литра стало убыточно. При том, что этот же продукт на прилавках в магазине почти в 4 раза дороже. Этот дисбаланс мы хотим как бы сгладить его, чтобы именно жители данного микрорайона, где проходит эта акция, поняли, что вкусовые качества цельного молока намного лучше. Фермерский молочный праздник развернулся в селе Шахазана и на пяти площадках Канаша. Кстати, торговые места предоставлялись бесплатно, а местные творческие коллективы развлекали народ песнями и плясками. Игры разума и нанотехнологий. В Чебоксарах прошел региональный этап Всероссийского фестиваля «Робофест». Узнать, чья сконструированная машина самая умная, мощная и маневренная, собрались около 150 юных техников со всей республики. Задания самые разные. Вместе с судьями функционал механизмов оценил и наш корреспондент Рифат Фаткулин. Вместо игрушек у этих ребят микросхемы и чипы, провода и датчики. В свои 10 лет они уже будущие инженеры и программисты, причем с хорошей перспективой. Заставить обычный детский конструктор рисовать, играть в гольф или боулинг для них не составляет труда. Ребята поделились по двое. Один собирает робота, второй программирует. Все это занимает у юных ученых не больше часа. Дима Федоров с другом выполнили первую часть задания раньше всех, однако техника оказалась не очень послушной. Наш робот состоит из набора НХТ с блоком ЕВА. Он должен ехать по черной линии, преодолевая препятствия в виде горки. Сейчас есть проблема, что он хочет поворачивать, когда ему это необходимо. Пытаюсь его понять. Датчики теряют линию и все. Захватить кубик, провести по указанному маршруту и поставить в квадрат. Со всем этим прекрасно справляется этот миниатюрный транспортировщик. Цвет и размер фигуры робот определяет с помощью световых датчиков. Умные машины интересуют не только мальчишек, но и девчонок. В будущем я хочу стать программистом, инженером. Это для меня, мне кажется, робототехника, это очень хороший кружок. Программировать легче. Главное его собрать правильно. И также главное сделать подвеску, например, потому что он не сможет просто с маленькой подвески заехать на горку. Я решила участвовать, потому что тут очень интересно собирать детали, строить что-то новое, вносить в мир. А на этой площадке задание посерьезнее. Здесь участники должны пустить роботов-чертежников на белое поле с черными точками. Их нужно по порядку соединить линиями. Жюри оценивает все. И четкость, и быстроту движения. Но у Артема и Ивана робот наотрез отказался чертить. Почему? А почему не опускали? Только упали. Потому что робот не до конца отпустил маркер. И мы его неправильно закрепили маркер на робота. Здесь и игра, и азарт. А главное – интерес к востребованным сегодня IT-специальностям. Соревнования по робототехнике в Чувашии проводятся уже в четвертый раз. И из года в год сюда приезжают все больше талантливых ребят. Фестиваль такой нужен для того, чтобы дети понимали, что такое вообще робототехника, что такое инженерно. Для чего им нужны предметы, которые они в школе изучают. Потому что в этом фестивале как раз для подготовки к роботу необходимы навыки в математике, физике, химии, информатике, механике. То есть весь спектр технических наук, которые в школе они изучают, здесь он необходим. И дети видят, зачем они это изучают в школе. Победители этих, без преувеличения научных состязаний, вместе со своими умными машинами отправятся на всероссийский этап состязания в Москву. Он пройдет в середине марта. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова